Значит, не буду столь многословен. Я вообще-то хотел начать с того, что поздравить, во-первых, Питер и правительство питерское с тем, что удалось собрать вот такую мощную конференцию, посвященную культуре. Это 80 площадок, это вообще что-то. Я даже такого не помню, может быть, кто-то лучше знает. Но это прекрасно, потому что Питер, как он и в советское время считался такой культурной столицей России. И сейчас он это название подтверждает. Я просто выражаю благодарность. И поблагодарить я хотел еще музей-институт семьи Рерихов, в частности, его директора Алексея Анатольевича Бондаренко, за то, что вот этот стол круглый организован. Потому что круглый стол, конечно, вот этот посвящен во многом Рерихам. И я думаю, что они этого заслужили. Потому что эта семья, действительно, великая семья людей, которые принесли в мир и в Россию тоже что-то такое, что, наверное, опередило свое время. И мы еще, к сожалению, плохо себе представляем, вот как это наследие использовать. И сейчас дальше казнусь того, как мы это делаем. Но абсолютно ясно, что это наследие сейчас очень актуально. Оно актуально именно вот в том положении, в котором находится наша страна, в этой международной обстановке, которая, значит, существует. И это я вам говорю, как бывший дипломат, если бывшие дипломаты бывают, как посол и так далее. Вот. Поэтому имена Рерихов, конечно, совершенно справедливо звучат в дискуссиях на этой конференции. Я слышал, мне из Москвы настучали, что Михаил Борисович Петровский тоже где-то на открытии конференции тоже упомянул семью Рерихов. И совершенно справедливо. Спасибо ему тоже. Он, как свадебный генерал, наверное, носится между 80 сейчас площадками. И спасибо, что он к нам заехал. Вот. К сожалению, должен сказать, я, значит, не художник и не искусствовед. И не согласен в этом с Тиграном Константиновичем, потому что он ценит Рериха как художника. А я ценю Рериха прежде всего как философа и как человека, который, ну, опередил свое время вот как раз своим этим пактом Рериха и своими культурологическими такими идеями. Идея, например, достижения мира и благополучия международными через культуру абсолютно актуальная в наше время и никогда не переставала, в общем-то, быть актуальной. И слава Богу, что к ней сейчас вот какое-то более внимательное отношение проявляется. Вот. Может быть, в этом даже и есть результат каких-то наших этих споров. Тут и нескольких некоторых, я бы сказал, дрязг по этому поводу. В общем, это привлекает внимание людей. И слава Богу, что это так, потому что Рерихи абсолютно этого заслуживают. Но Рерихи, конечно, абсолютно не заслуживают вот их учения, их судьба, не заслуживают того, как, значит, это учение вот чувствует себя в России, так скажем. Началось все с того, что, значит, это было неудачно сделано и государству здесь надо тоже попенять. Вот. Потому что в то время, значит, то, что обещалось, не было сделано. И Советский Союз распался в это время. И сложилась такая ситуация, что пришлось, вот, наверное, Святославу Николаевичу и другим принимать какие-то быстрые меры, чтобы в этой ситуации не дать вот этому наследию уйти куда-то в подвалы там какие-то за крома, значит, и удалось его вывести опять на суд людей, на использование людьми, использование общественностью, а не убрать его куда-то на какой-то исторический очередной период, значит, до лучших времен. В этом смысле великую роль сыграла, конечно, Людмила Васильевна Шапошникова. Вот ее именно энергия, ее, я бы даже грубо сказал, настырностью, вот, вот это не допустилось, это все, чтобы так не происходило. И именно она, значит, обеспечила то, что вот Рерихи заняли достойное место. Именно она создала Международный центр Рерихов. Обстоятельства этого все были сложные, но за это ей огромный поклон и похвала и спасибо. Я, Людмилу Васильевну, не склонен рассматривать, как это делают некоторые, как какого-то человека, близкому к Богу. Я вообще сам чувствую всякому мистицизму. Вот, и рассматриваю эти вещи, вот, ну, с такой практической стороны. Именно в этом качестве, как практика такого администратора, я и попал, значит, в Международный центр Рерихов. Он сначала возглавил комитет по сохранению, который, к сожалению, так и не смог начать достойно работать в силу ряда причин. И потом, значит, стал вот президентом Международного центра Рерихов. И, значит, за это время, конечно, была возможность поближе познакомиться, как все эти дела шли, как это все развивалось. Я не стал рериховедом, но какое-то представление об этом получил. У меня сложилось свое мнение о том, как это делалось, что можно было делать, что не нужно, что хорошо, что плохо. И в конечном итоге вот это, значит, мое мнение привело к тому, что я остался без работы. Спасибо, значит, правлению НЦР большое за это. У меня еще больше появилось времени подумать и что-то осмыслить. Но я остался при своем мнении. И вот как раз это мнение я хотел бы, значит, сегодня высказать. Потому что я вообще-то пришел для презентации Национального рериховского комитета, который создается по инициативе Общественной палаты Российской Федерации. Но вот все это объясняю, чтобы как-то тем, кто не близко с этим знакомым, было понятно. Вот дело в том, что Советский фонд рерихов, которому Святослав Николаевич передавал вот это наследие, привезенное им, и ушел в небытие вместе с Советским Союзом. Вот такая сложилась ситуация. О роли Людмилы Васильевны Шапошниковой я уже сказал. Спасибо ей огромное. Но вторую часть, кстати, наследие она тоже привезла. Вот все наследие оказалось, значит, в нашей стране, но оно оказалось разбито на две части, как вы знаете. А, к сожалению, в последние годы в МЦР, вот это мои наблюдения, сложилась такая вот жесткая административно-командная система, которая, к сожалению, не позволила сделать, наверное, в последнее время то, что очень нужно и то, что очень назрело. А речь идет, я говорю, о необходимости реформировать МЦР, необходимости приспособить его вот к тем временам, в которые мы уже перешли. Потому что есть идея, идея живет, но жизнь-то продолжается, понимаете, жизнь развивается. Государство, с которым Людмила Васильевна воевала там 23 года назад, оно уже не такое. Государство укрепилось, многое изменилось. Не все у нас прекрасно абсолютно, не все чиновники замечательные. Сам это знаю, потому что сам всю жизнь провел в кресле чиновников. Но наша ситуация изменилась, и изменилась достаточно радикально. Но МЦР, к сожалению, не изменится. Вот я читал недавно, значит, документы, которые впервые увидел. Это устав Советского фонда Рерихов. И вот потом, значит, еще там заключение ревизионной комиссии было, которая обследовала деятельность МЦР в то время. И вот понял, что проблемы-то, они, в общем, остаются теми же самыми. А это говорит о чем? Что МЦР застыл во времени. А музей, вот как я понимаю, от музейных работников, музей-то это живой организм. Музей должен развиваться, он должен изменяться, он должен приспосабливаться к требованиям общества, тех же самых посетителей. К сожалению, это не очень происходит. А не происходит это потому, что сейчас руководят музеи, на мой взгляд, люди малокомпетентные и не очень понимающие в этих делах, хотя очень такие активные и жизнелюбивые, я бы сказал. Но это, значит, вот максимум того плохого, что я могу сказать о нынешнем руководстве МЦР. Больше ничего не буду говорить. МЦР находится в трудном положении и финансовом, и я бы даже сказал, в идеологическом, потому что ну так дела нельзя вести. Это я вам говорю, как вот бывший президент этого самого МЦР. Мои попытки предложить в этой ситуации какие-то варианты решения этой проблемы, но они МЦР не устроили. Не МЦР, я бы сказал, даже в целом, а и не все рериховское сообщество, которое за МЦР стоит, хотя оно настроено соответствующим образом, конечно, они устроили в первую очередь вот эту группу, которая сейчас руководит МЦР. Эти люди просто в штыки встретили любые предложения, просто хотя бы обсудить то, как можно было бы изменить ситуацию. Ну, результаты вы знаете, значит. Я ушел, потому что я понимал, что меня из МЦР просто, значит, выгонят, и я не привык уходить, откуда-то будучи бы выгнанным. У меня есть чувство собственного достоинства, и я над собой эту экзекуцию, значит, совершать не мог позволить. Но, например, такую экзекуцию произвели с рядом очень достойных людей. Вот рядом сидит Михаил Николаевич Черятев. Видный рериховед, я бы сказал, это не просто рериховед, рериховед, человек уважаемый, человек, много знающий о рерихахах, любящий о рерихахах, и абсолютно предан этому делу. Его вытурили немедленно, значит, из МЦР только за то, что он посмел высказать какое-то, значит, другое мнение. Ну, знаете, когда в организации начинают бороться с инакомыслием и с проявлением каких-то других мнений, ну, эта организация не имеет будущего, понимаете? Это стыдно, так нельзя делать. Вот люди, которые высказались в пользу, значит, поиска каких-то вариантов, возьмите Аманашвили, Шавуа Александровича. Это человек, который сейчас со стороны вот этих сторонников МЦР подвергся шельмованию тоже. Но выгнать его, правда, они не осмелились. Ну вот. Существует шельмование МЦР и мы говорим о каких-то интересных проблемах. Я продолжаю. Могнейшее шельмование Международного Центрирования. Вы можете уйти, что инвестор попросил бы. Каждому дадим высказаться. Я должен пригласить шельмовать Международный Центрирование. Так, Александр Витальевич, одну минуточку. Сейчас не Ваша очередь. Сейчас будет очередь. Это я все объясняю для того, чтобы люди поняли, почему мы создаем Рериховский комитет. Потому что есть большая масса людей, что я, к сожалению, обнаружил к своему, будучи президентом МЦР, которые просто были вытеснены из МЦР. Это очень достойные люди, уважаемые, остепенённые, в конце концов. Люди, которые просто ушли. Они, может быть, не устраивали никаких скандалов там или разбирательств. Они просто тихо ушли, потому что интеллигентные люди. Я человек неинтеллигентный. Я бороться привык с империализмом внешним. Поэтому я решил, что я уйти так просто не могу. Я хочу, чтобы моё мнение выслушали, и вы выслушали. Мне это не устроило руководство. Вернее, не руководство, а некоторую группу МЦР. Тогда ещё они не были руководством. Поэтому я ушёл из МЦР. Я больше ничего не делал для того, чтобы МЦР уничтожить или как-то обидеть. Я просто считал, что я буду делать то, что я считаю правильным. И я это делаю и буду делать. Мы обратились к Общественной палате Российской Федерации. Состоялся круглый стол, о котором вы, наверное, знаете. В резолюции этого круглого стола и Общественной палаты было поддержано наше намерение создать Национальный релиховский комитет. И название, кстати, нам тоже посоветовала такое Общественная палата. Какие мотивы мы преследуем? Я уже говорил об этом и направлении, и в беседах. Я бы хотел, и мои коллеги, которые отчасти ушли из МЦР, которые отчасти присоединились, не будучи в МЦР или где-то ещё, у нас есть организационное такое ядро, которое занимается созданием комитета. Мы хотели бы, чтобы наследство было объединено в одном месте. И, наверное, для этого самое удачное место – это, конечно, усадьба Лопухиных, которую выбрал Святослав Николаевич. Второе. Мы хотели бы, чтобы был создан Большой музей Релихов, который включал бы не только то, что имеется в МЦР, но и, возможно, в других музеях. Это, конечно, без поддержки государства сделать никак нельзя. А Большой музей такой релиховский – это, я считаю, абсолютная необходимость, потому что в России материалов для этого достаточно. И достаточно желания и у релиховской общественности, чтобы такой музей был. Релихи, в конце концов, этого достойны. Необходимо обеспечить сохранность наследия, не только той части, которая находится в Музее Востока и в МЦР. Я думаю, что если бы наследие было объединено, это мое личное мнение, его надо было бы зарегистрировать в государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Государство вполне может сейчас обеспечить сохранность этого наследия. У нас не 1991 год на дворе, и наша страна очень сильно изменилась. Обеспечить возможность для общественности участвовать в решении судьбы наследия, его изучении и популяризации наследия – вот это исключительно важный компонент, который должен быть учтен в любом варианте решения проблем, которые вокруг наследия имеются. И с этим мы должны обратиться, я говорю от имени группы общественной сейчас, с этим мы должны обратиться прежде всего к государству и Министерству культуры, представляющему это государство, и обратиться ко всем, кто заинтересован в судьбе наследия. Без общественного компонента невозможно решение этой проблемы. Как обеспечить вот это общественное участие в решении судьбы наследия и работе музея, в конце концов, большого, который мог бы быть создан? Я не знаю, это вопрос для обсуждения, но я категорически от имени лица нашего оргкомитета и от лица уже существующего национального религистского комитета призываю к этому. В этом смысле я понимаю, что у Тиграна Константиновича понимание этого есть. Но, на мой взгляд, ощущение не слишком глубокое. Разливаемся, Александр Пухович. У вас есть еще пространство для расширения вашего понимания этого вопроса? Я на это очень рассчитываю. Вот я думаю, что именно это хотел Святослав Николаевич, когда привозил в нашу страну наследие своих родителей. Он хотел передать наследие в дар России и ее общественному. Добиться этого можно разными путями, но один путь переговоров и поиска какого-то компромисса МЦР напрочь отверг. Просто в штыки, значит, когда я это предложил, там какие-то начались истерики, меня обвинили во всех спиртных грехах. Но, ну что же, не впервые нас недруги ругают. Наверное, можно это пережить. Теперь я вижу, что ситуация разворачивается следующим образом. Министерство культуры решило, что нужно сделать государственный музей, который пока будет существовать в форме филиала Музея Востока. Я очень надеюсь, что это будет не окончательное решение, а будет переходный период такой. Потому что, еще раз повторяю, считаю, что Рерихи заслуживают отдельного большого прекрасного музея, который мы могли бы сделать все общими усилиями, конечно, при участии и помощи государству. Вот важно, чтобы при работе этого музея, если он будет создаваться, а он создается, я так понимаю, была обязательно вот эта общественная компонента. Кто ее будет обеспечивать? МЦР, Рериховский комитет, какие-то другие могучие рериховские организации, которые есть действительно. Но я очень с трудом просматриваю вообще, как это все можно организовать. Но это надо организовать. Это абсолютно необходимо. И это должно быть равноправное сотрудничество государства и общественности. Вот только таким путем, чтобы не государство навязывало общественности, как изучать Рериха, на что обращать внимание, а государство обеспечивало бы свою роль гаранта, хранителя, обеспечивало бы безопасность и поддерживало бы хотя бы немножко какими-то средствами. Вот. Дальше. Значит, а вот общественную вот эту часть, конечно, должны обеспечивать рериховские организации. Не знаю, будет это НРК или МЦР. В конце концов, знаете, чтобы любить и уважать и заниматься рерихом, не нужно состоять в Международном центре рерихов или в каком-то рерихском комитете или в какой-то группе. Да изучайте на здоровье. Вот все это должно быть открыто, должно быть предоставлено людям и должно работать на наше общество и наше государство. Потому что если общество борется с государством, ну это, извините, это вообще дальше ехать некуда. Это полный провал. Вот государство и общество должны действовать в этих вопросах рукооб руку. Поэтому вот рериховский наш комитет основным принципом своей деятельности делает принцип общественно-государственного партнерства. Я думаю, что вот такое партнерство, оно вообще сейчас в России страшно необходимо. Я хочу, чтобы вот эта идея общественного государственного партнерства и его закрепления в российском законодательстве была оформлена как-то и, может быть, даже включена в письменную резолюцию вот этой конференции, которая сейчас в Питере проходит. Я очень попросил бы вот, значит, наших коллег, которые круглый стол организовали, предложить это. Потому что это просто веяние времени. Вот трудно общественным организациям справляться с чем бы то ни было сейчас. Трудно существовать общественным музеям. Они могут, наверное, не полноценно работать, а скорее выживать. Могут выжить, но полноценно, вот серьезно, на хорошем уровне работать очень сложно, если вообще возможно. Поэтому вот такое партнерство, оно абсолютно необходимо. Мы должны этого добиваться. Хочу вас в заключение вам сказать, что решение о создании Национального рериховского комитета принято. Мы создали общественную организацию. Имеется, значит, соответствующий документ о ее создании. Сейчас мы дорабатываем устав. Идет работа по формированию состава учредителей и членов комитета. Мы хотим, чтобы в этот комитет входили не только общественные организации, но и государственные органы. Потому что именно так замышлялось. Это когда речь шла о Советском фонде рерихов. Давайте вернемся, может быть, к этой изначальной идее. Мы пользуемся поддержкой Общественной палаты Российской Федерации. Мы пользуемся поддержкой Министерства иностранных дел России. Это я вам как дипломат говорю. И мы хотим пользоваться и поддержкой Министерства культуры, правительства Петербурга, правительства Москвы. Спасибо петербургскому участнику правительства за поддержку тех идей, которые мы с коллегой из музея-института обсуждали. Мы думаем, что это все может получиться. Но для этого, конечно, надо работать. И работать надо вместе на основах этого государственного общественного партнерства. Хотел бы в заключение сказать, что никто не разрушает МЦР. Если здравый смысл в этой организации и структуре возобладает, то МЦР имеет полное право взаимодействовать со всеми на равных. Но не в качестве вождя и какого-то диктатора. Вот это абсолютно возможно. Мы считаем, что МЦР мог бы стать соучредителем или членом Национального рельховского комитета. И очень приветствовали бы это. Вот на этом я готов закончить. Хотел бы сказать еще, что у комитета есть сайт, который вы можете посмотреть, на котором мы все эти наши принципы как раз и декларируем. Это, я думаю, вы там для себя найдете достаточно получительный материал. Хотели бы, кстати, открыть филиал нашего комитета здесь, в Петербурге. У нас здесь достойные кандидатуры. Спасибо большое за внимание. Значит, прошло буквально вначале. Как я попал сюда на ваш круглый стол, являясь участником форума культурного, я обратил внимание, что в институте проходит круглый стол. Я посчитал необходимым обязательно на нем присутствовать. Мне просто было интересно. И я откровенно, несмотря на какой результат будет данного обсуждения, я не жалею об этом, что я сюда пришел, потому что всегда необходима какая-то дискуссия, чтобы выступить в нем. Ну а теперь непосредственно о походе выступления. Вот вначале действительно меня немножко резонуло. Ну, наконец-то, наступило время. Пора закончить наследие только под себя. Это понимается так, что МЦР, что ли, работал только по наследию, под себя, в виде какого-то вождя рейховского движения. Конечно, фигура Людмилы Васильевны, она эпоха, однозначно. Как бы к ней не относится. И к этой фигуре всегда тянулось все. Не зря с Криславом Савальевичем ее выбрали. Иначе, видимо, такая женщина, как она, могла создать ЧТР под названием МЦР. Наладить работу. Огромную работу. Видите, сколько было опубликовано, сделано и так далее. Я не буду останавливаться на это. Давайте посуществовать. Здесь прозвучали неоднократные вопросы. Вот тогда было время, тогда была возможность общественной организации. И общественная организация существует только при заводах, при совхозах и так далее. Коллеги, в моем понимании, если поговорить об общественной организации, беда России в том, вот как я остановлюсь на Дмитрия Сергеевича Лихачева, который идентично повторял мысли Николая Константиновича Лиха. Создавая Советский фонд культуры во второй половине 80-х годов, он говорил, необходима мобилизация общества на сохранение и спасение культуры. Всевозможные кружки общественные, музеи, везде. У нас в России свобода в политике получилась более-менее управляема. В экономике полная свобода. А ведь культурная деятельность остается в жестком рукаве. Исключительно государство. Почему исключительно государство? Не чиновник создает объекты культуры. И не чиновник их делает. Это делает гений человечества. Энтузиасты спасают это наследие. Вот так образовывались музеи. Государство, конечно, играет очень важную роль в этом поле. Однозначно, никто не может отвергать роли государства. Но нужно дать и свободу обществу в этом поле. Второе. Говорят о том, что нигде не написано о том, что Святослав Николаевич стремился создать общественный музей. Господи, однозначно обратите внимание на его концептуальное письмо «Мелик нельзя», где он четко объяснил концепцию создания будущей организации. общественной, вне подчинения Министерства культуры Государственного музея Востока. Это основа. Устав созданной организацией еще при жизни Святослава Николаевича Верега, вы знаете, что Советский фонд был преобразован в МЦР в 1991 году, и устав уже, не Советский фонд регистрировался в Миндзе, а уже был зарегистрирован в МЦР. И Релик знал этот устав однозначно, там четкие положения, основа МЦР – общественный музей. Если общественный музей убираете, я вот концепцию Александра Прохонча-Лосикова, то прекращает существовать МЦР. Поэтому это не пригодит, ну, Тигран Константинович, если вы не знаете, возьмите устав, посчитайте. Однозначно. Основа организации МЦР – это общественный музей. Именно он занимает полное пространство у Санкт-Петербурга. Что такое МЦР? МЦР – это правление, президент, вице-президенты, и отделение в Санкт-Петербурге, в Риге, в Белоруссии, в Болгарии, а в Москве находится исключительно общественный музей. Исключительно. Ну и правление, естественно, штаб-квартира. Все. Поэтому, убирая общественный музей, МЦР разрушается. Не существует такой организации. Что-то другое может создаваться, но это не та организация, основанная Святославом Николаевичем и созданной Людмилей Российской. Что-то меняется. Вот это принципиальная позиция. Вопросы сотрудничества с государством. А кто их отвергал? Кто не сотрудничал с государством? Вы думаете, мы начали сотрудничать, когда пришел Александр Кокович Лосиков в феврале 2014 года, в конце? Нет. Мы раньше сотрудничали. У нас было непонимание, и были серьезные проблемы. Возможно, они и остаются. Я сейчас не буду обсуждать юридические проблемы наши. Понимаете? Но действительно, сейчас тяжелое время в МЦР с переживали. То, что случилось с организацией, она оказалась в полной экономической блокаде. Вот мы сейчас в музей институту, если приходит сегодня телеграмма, что мы с завтрашнего дня украшаем принадлежение государства, музеи выжили на одних билетах? Нет. Однозначно. Или Государственный музей Востока сейчас под отбытие все. Не выжили музеи? Не совсем правильно. Дело в том, что отношение Министерства культуры к общественному форму культуры отсутствует. Я согласен с Александром Прохоровичем Лосиковым о том, что он не отрицает необходимо участие общественности. И МЦР спокойно реагирует на создание Национального рериковского комитета. Ради Бога. Чем больше будет организаций, посвященной тематике рериков, тем лучше. Может быть, действительно в России настало время, и Министерство культуры сделало хорошие заявки о том, что теперь все оно занимается наследием рериков. Что и занимается. И мы не против создания Государственного музея. Ради Бога. Тем более, Россия обязана создать этот музей. Это было обещано еще Юрий Николаевич. Но зачем? За счет разрушения общественного музея. Вы понимаете, против чего против МЦР? Окончательно против. Дальше усадьба на Куфиньево. Ведь это же было условием передачи наследия Святослава Николаевича Юрия. Об этом он сам пишет в Ушкову. И в этом есть документы. Не государство создало усадьбу и воссоздало, а общественность под руководством Людмилы России. Почему государство населяло нас? Слава Богу, иск приторгается. И потом. Это же не МЦР стал протестовывать решение Кетлин Кембру, а передача в Государственный музей Востоков о наследии Юрия, правильно? Это государство оспорило в руках Святослава Николаевича. Я не буду на него останавливаться. Пускай это идет своим ходом. Политические и правовые вопросы. Сейчас стоит вопрос совсем другого. Должен быть общественный музей? Я считаю, должен быть. Такова воля дарителя. Святослава Николаевича Юрия. 26 лет организация успешно работала. Зачем мешать, а меньше работать? Нужно сотрудничать, общественная организация, с государством? Безусловно, нужно. И мы над темой разговаривали с Теграмом Константиновичем. И мы поддержим создание государственного музея. Ну зачем? За счет разрушения общества. И почему обязательно высадьбовую пухню? Понимаете? Сейчас тучи нависли на МЦР. Безусловно. Я понимаю, это рычаги давления для того, чтобы мы пересмотрели всю тактику и работу нашей организации. Но дело в том, чтобы отказаться от нее, это значит разрушить музей и разрушить нашу организацию. Мы на это не поднимем. Когда стоял вопрос о правлении конференции, я Александру Прохоровичу объяснял. Но это его дело. Понял он это или нет? Его предложения находились исключительно в компетенции конференции. Потому что они вели создание организации, создание какой-то организации на базе общественного музея, это будет уже не тот музей. И отдача наследия государства, это нарушение организации. Это пререгатива исключительно членам нашей организации и конференции. Есть решение конференции, никто его не готовил. Единогласно было принято решение о том, что мы остаемся верны волеизъявлению Святослава Николаевича Юрьевна. И если государство и Министерство культуры это понять, почему же мы не можем сотрудничать с Министерством культуры? Ради Бога. Ведь сотрудничество не заключается в том, что разрушить созданные, действующие музеи. Сотрудничество развивает выполнение интересов всех сторон в данной ситуации. И давайте мы взорваем тамагавки войны и начнем сотрудничать. И уважать интересы друг друга. Вот и все. Поэтому говорить о том, что МЦР не способен сотрудничать и считает необходимым противостоять государству, это неправильно. Не мы выселяли Министерство культуры и Министерство культуры, а нас выселяли. Поэтому если сейчас пересмотрит и руководство страны, и Министерство культуры позиции нашей организации, мы открыты не сотрудничаем. Полностью, тем более опытно работаем. Серьезный, богатый опыт. Никто это не отрицает. И у нас были попытки и раньше сотрудничать с музеем Востока. Это было при министре Сидорове, это было при Абдееве. Мы же и раньше встречались. У нас были еще планы в 2004 году совместно проводить мероприятия, посвященные 100-летнему Библию Святославу Николаевичу Викторову. Почему же мы не можем продолжить это дело? Ради Бога. Есть потенциал МЦР, богатый опыт. И есть возможности государства. Тем более сейчас действительно это веление времени. Необходимо винить усилия для того, чтобы Россия подписала Пакт Рериха. Есть направление другого сотрудничества. И мы готовы к этому. И мы не против создания Александра Прокровича Лосикома Национального Рерихского Комитета. Повторяю еще раз. Чем больше организаций, посвященных Рериху, тем лучше. Но не надо делать так, чтобы объединить усилия и нападать на церковь. Зачем? Выключаем. Спасибо. Я скажу. Следующая, первая позиция, на которой мы стоим и стоять будем, что есть завещание Святослава Николаевича Рериха 90-го года, где имущество передается в советский фонд Рерих. Не о каком общественном музее там речи нет. Первое. Второе. В общественном музее говорится в статье «Время не ждет или нет». Хорошо, общественный музей. Смотрим законодательство тех лет и читаем, какая форма собственности общественного музея. Это касательно общественного музея. Второе. По поводу нападок Министерства культуры на изъятие наследия Международного центра Рериха. Это неправда. Почему? Потому что Министерство культуры, инициатором его государственного музея и Министерства культуры никогда не являлось инициатором об истребовании имущества из Международного центра Рериха по каким-либо правовым основаниям. Наоборот, если мы обратимся к истории спора, то мы с вами увидим, что этот спор был инициирован Людмилой Васильевной Шапшенко, Юргенцом Международного центра Рериха более 10 лет тому назад. И касался вопроса какого? признания его наследника согласно завещательному распоряжению Святослава Николаевича Рериха 90-го года и письма 92-го года, октября 92-го года, где сказано, что МЦР является правоприемником Советского фонда Рериха. Дело рассматривалось более 10, кажется, 13 лет. Прошло несколько раз Верховный суд. Параллельно уходило в арбитражный суд. Было принято всем известное решение в ноябре 11-го года, пересмотренное в эпилюционной инстанции Мосгорсуда. Инициатором процесса судебного, первоначального и международного центра Рериха, который считал, что наследие, находящееся в том числе в Музее Востока, должно принадлежать ему на тех или иных правовых основаниях. Но это факт. Министерство культуры не заявляло. Последний вопрос по поводу зданий. Вот этот спор о том, о выселении МЦР. Если мы с вами обратимся к истории спора, который тоже очень длинный на самом деле, речь шла, насколько я помню, о риске рост имущества правительства Москвы, потому что рост имущества считалось, что Москва незаконно распорядилась зданиями, передав их в аренду Международному центру Рериха. Потому что не было... Не, извините, Москва незаконно распорядила здания, потому что не было соответствующих правоустанавливающих документов. Считалось, что здания не выбывали из собственности Российской Федерации. Вопрос был решен. Риск был прекращен. Все. Опять-таки здесь ровно Министерства культуры в чем? Это реплика, вы понимаете? Мы можем обсуждать до бесконечности истории. Я скажу и следующее, что есть завещание в пользу Советского фонда Рериха. Есть решение суда, которым дана оценка этому завещанию, а также тем документам, где сказано, что Международный центр Рериха является правоприемником Советского фонда Рериха. Судом установлено, что МЦ не является правоприемником Советского фонда Рериха не в силу правоприемства юридических лиц, как и организации одного-другого, не в силу завещать изменения на следующих завещаниях. И самое главное, что спорт первоначально был не инициированный... Кирилл Евгеньевич, вам вопрос, позвольте? Да, пожалуйста. А вы знаете о письме Святослава Николаевича Рериха в апреле 1992 года президенту Российской Федерации Бориса Николаевича Рериха? Я не могу вам сказать. Я исхожу из тех документов, которые имеют правоустанавливающее значение в отношении распоряжения имущества. Таким же успехом я могу привести письма Николая Константиновича, Юрия Николаевича, духовное завещание Елены Ивановны, я не знаю, позицию свидетелей, водителей, которые... Алексей Анатольевич, извините, я сказал, я хотел отфиксировать нашу позицию. Я не хочу... Спасибо за справку. Спасибо за справку. Очень просто. Решение суда есть. Решение суда есть, которое установил, что МЦР не является наследником. Но в решении суда не сказано о том, что МЦР незаконно владеет. Получение прав собственности не только... Одну секунду. Мы возвращаемся к тому, что... Давайте закончим спор. Мы говорили на эту тему, и с Кириллом Евгеньевичем и с вами. Пожалуйста, если Министерство культуры считает, что МЦР незаконно владеет наследием, то в Министерстве культуры есть вполне законные основания обратиться в суд и истребовать у нас наследие каких-то законов владеет. Понимаете? Вот и все. Понятно. Это сроковой вопрос. Спасибо. Давайте продолжим. У нас еще докладчики. У нас еще есть докладчики. Надо проявлять уважение к остальным. У нас есть еще объекты рейдовского наследия. Попросите, я вам просил две минуты. Последние две минуты. Нет, вы уже были? Еще одну минуту, пожалуйста. Вопрос заключается в том, когда усадьбу передали из федеральной собственности в муниципальную, а потом из муниципальной федеральной, никто не может оспорить. Собственник имеет право на все. Правильно? Вот он распорядился так. Почему же вы лишаете Святослава Николаевича прав собственности? Советский фонд не владел наследием. Не владел правом собственности. Ой-ой-ой. Святослав Николаевич оставался собственником, передан наследие Советского федерального. Давайте продолжим конференцией. Друзья, друзья, будем двигаться дальше. Я прообещу вам вопрос Елене Владимировне. Можно? Мой вопрос. Короткий вопрос. Вот если можно, скажите, пожалуйста, сколько человек официально является членами общественной организации, которая называется Международный центр? Вы знаете, сейчас могу ошибиться, но вот последняя конференция проходила, вот на момент последняя конференция, у нас на учёте нашей общественной организации состояло, если высыпать, 74-75 человек. Меньше 100 человек. Ещё один вопрос, короткий вопрос. Александр Витальевич, если вы говорили, что вы готовы поддержать Национальный Рейховский комитет, то вы готовы откликнуться на предложение Александра Прохоровича стать соучредителем? Ну, вопрос, это я смысл. Собственное мнение. Давайте это не на круглом ставить. Короткий вопрос, секундочку. Короткий вопрос. Я высвожу своё собственное мнение. Я полностью не против и даже, может, и одобряю создание этого комитета. Но для того, чтобы МЦР выступил учредителем... С соучредителем. С соучредителем. Так, уважаемые коллеги, я прерываю ваш дел. Поехали. Простите, я прерываю ваш дел. Он не до нашего сейчас обсуждения. Так, возвращаемся. С ключевой... Давайте запозитив. В нашей программе... Да, давайте.